Всем привет, дорогие друзья! С вами на связи Сергей Инслайдер и вы на канале Инслайдер Мьюзик. Как вы уже поняли из названия видео, сегодня я для вас хочу сделать обзор своей студии. Также показать, с чем я работаю, на чем я работаю, с какими программами и также поделиться с вами дальнейшими планами и перспективами. Ну а прежде чем мы перейдем, так сказать, к данному мероприятию, я хотел бы поблагодарить Яну Флюр за донат. Спасибо большое за поддержку, активно поддерживает и помогает развитию канала. Большое тебе и огромное спасибо! Ну а вы, дорогие друзья, усарьтесь поудобнее, разворачивайте видео на полный экран, а мы начинаем. Погнали! Итак, дорогие друзья, вот это вход непосредственно в мою студию. Здесь скоро будет висеть название Инслайдер Мьюзик Студио. Чтобы вы понимали, это в большой комнате, есть такая кладовочка, там раньше были очень много всяких полок, сетки с картошками. Скорее всего, там сушили картошку или еще какие-то овощи, потому что там была батарея. Итак, добро пожаловать в мою студию. Итак, что же мы тут с вами видим в нашей, так сказать, обновленной студии? Как вы помните, раньше я проводил стримы и записывал видео на фоне ковра. Сейчас ковра нет. Да, многие, конечно, мне пишут в комментариях, что вот, ты убрал ковер, это была твоя фишка. Ну, я считаю так, что нужно всегда стремиться к чему-то новому. Но не переживайте, ковер все-таки есть, и он у меня под ногами, так что все хорошо, все великолепно. Как вы видите, я закупил акустический поролон двух цветов, оранжевый и графитовый. Я посчитал, что это будет самый лучший, самый оптимальный вариант под цветовой гамме. Приятно, красиво. Ну, и, в принципе, глаза не режет. Благодаря этому акустическому поролону здесь стало много комфортнее. Нету этого гуляющего звука от пустых голых стен. Очень приятно работать, приятно записывать вокал, приятно записывать прямые эфиры, просто даже разговаривать с людьми. Нету этого постороннего звука. В общем, все очень круто получилось. В принципе, то, что я и ожидал. Итак, давайте я вам по порядку обо всем расскажу. Ну, как вы помните, у меня была вывеска. Ну, как я без маски Александр Шоколая. Так что, если вам нравится его творчество, обязательно подписывайтесь на его группу. Обязательно покупайте мерч. Моя гитара. Моя верная подруга Семиструнная. Как в песне Любе. А ну давай, давай наяривай, гитара Семиструнная. В общем, гитарка Джексон Семиструнный, на котором я играю в группе Эмбер. Так что подписывайтесь на группу Эмбер. Слушайте наш епи-альбом, который вышел совсем недавно. И распространяйте, пожалуйста. Обязательно все ссылки оставлю в описании. Так что не забудьте посмотреть и подписаться. Так, в общем, одна из моих мечт. Это прямая стойка. Прямая стойка. На караоке-битве мне очень в финале нужна была прямая стойка. Но в Магадане где не мог ее достать. Поэтому я себе заказал, приобрел. И теперь у меня есть. Я буду как настоящий, так сказать, артист выходить со своим инструментом, со своей стойкой. Вот еще поп-фильтр. И микрофончик SM58, через который я пою на репетиции в группе. И также с ним выступаю. В общем, это вот эти все девайсики. Это то, о чем я писал в предпоследнем посте. Что вот я сделал заказ и мне приходят данные девайсики. Вот это монофонический микшер компании Erasov. Это Noisegate от компании Erasov. И непонятного производства Tuner, который заказывал я на Алиэкспресс. Это то, чем я пользуюсь на репетициях. Также, как вы помните, на одном из фото мелькал сертификат за второе место на караоке-битве. Камера, которая будет в скором времени, как только мне подойдут оставшиеся девайсы. Я, в общем, не стал дожидаться, пока с Валберса я получу оставшиеся девайсы. Потому что там у нас закрылся пункт выдачи. Я решил заснять видео, чтобы вы долго не ждали. В общем, камера скоро будет применяться в видео, чтобы было интереснее. Видосики, каверы с разных ракурсов и так далее. Статуэточка с конкурса караоке-битвы. Но и обязательно это подарок от моих друзей, от группы Wicked Rumble. У меня есть их медиаторы, есть их диск и также футболочка висит в шкафу. Как вы наблюдаете, тут висят провода. Всякие гитарные, всякие переходники для пульта. Также сейчас еще добавится много проводов. Все, 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 все в посылках лежит. Ничего не могу получить. Так, вот это моя гордость. Барабаны и палочки, которыми я играл последний раз на последнем концерте с группой Eternal Drama. Мой пэт, о котором я очень много занимался. С автографом моей дочери. Я не стал это стирать, потому что мне за это не стыдно. В общем, это очень круто. Я не знаю, что там нарисовано. Мне почему-то напоминает там какую-то аутку или гуся. Ну, в общем, что-то тут нарисовано очень красиво. В общем, роспись моей дочери. А здесь лежит всякая барахлишка, переходнички, там всякие штучечки. Вот, у меня есть такой микрофончик. Это у нас, получается, Беринджер. Достался он мне, так сказать, подарили мне его на концерте одном, на рокоте. У нас только проходил Колымский рокот. Мне его там подарили. И я в него пел, пока не купил себе шур. Ну, вот здесь тоже держатель для телефонов. С ними я раньше снимал видосы. Это баночка с медиаторами. Вот. Еще всякие девайсы. Это беспроводная гарнитура. Полностью станция. Вот, тоже приобрел себе для выступлений. То есть все-таки о своих планах я расскажу немного позже. Это акустический экран для микрофона. Я, несмотря на то, что у меня здесь как бы есть поролон, заглушена комната, я все же еще оставлю данный экран, чтобы лишние звуки тоже поубирать. Ну, и вот такая станция для ушного мониторинга. Тоже взял у друга. В общем, буду тестить. И, скорее всего, у него ее куплю, потому что ушной мониторинг очень нужен для выступлений. И обязательно вы узнаете в дальнейших постах, когда я буду себе заказывать уже ушные мониторы. Непосредственно, как вы помните, у меня был на канале обзор про подарок от мамы моего друга, которая занимается вот такими прекрасными вещами. Ну, не только этими. В общем, ссылочка в описании будет. Обязательно заказывайте. Сделайте подарки для себя, для своих близких. Ну, и вообще, это очень красиво. Когда мне прислали, я просто был в шоке. Естественно, диплом с караоке-битвы. Это все украшает студию. Помимо кустического поролона, еще, конечно, не закончено до конца. Мне не хватило материала. Но, в принципе, я рассчитывал именно вот так вот сделать, как оно сейчас. Вот, басовые ловушки стоят наверху. Я, конечно, думал, что они намного меньше на фотографиях, чем вживую. Но, по крайней мере, вот они стоят по углам. То есть, они делают свое дело. Все прекрасно. То есть, мы потом закажем материал, доделаем, и все будет отлично. Вот. А может, не будем доделывать. Может быть, так и оставим, потому что звук вообще шикарный. Кстати, недавно записал партию для дуэта с Виктором Боевым. Так что, скоро услышите очень красивую песенку. Ну, а теперь давайте я вам покажу то, с чем я работаю непосредственно. Ах да, дорогие друзья, скорее всего, у вас возник вопрос, где же я заказывал поролон такого цвета и по какой цене. Компания Echo Slayer предоставляет вам возможность заказать любой поролон, любых размеров, любого цвета и также любой формы для оформления в вашей студии. Здесь мы видим, что у них предоставлен акустический поролон, либо пирамида, волна, клиния, басовые ловушки. В общем, все, что нужно. Также есть материал для монтажа. Дизайнерские акустические панели, акустические экраны, как для микрофона, так и для барабанов, держателей, поп-фильтр. В общем, все, что нужно для вашей студии. Есть акустические диффузоры, даже есть вокальные акустические кабины, а также звукоизоляционные материалы для пола и не только. Поэтому я считаю, что благодаря вот этому ассортименту можно из вашей студии сделать просто конфетку, где вам будет комфортно и приятно работать. Также ребята на свои товары предоставляют скидки, поэтому заходите на сайт и заказывайте все, что вам нужно. Ссылку на данный сайт я оставлю в описании под этим видео. Итак, дорогие друзья, вот непосредственно с чем я работаю. Это микшер Phonic, шестиканальный микшер, то есть очень удобный для репетиций дома, для выступлений, самое то, для начального уровня, самое то. Микрофон Rode NT1A, то есть удачная моя покупка, благодаря моему другу Эду Гроберу. Вовремя мы купили микрофон по низкой цене, в Германии привезли. В общем, все очень круто звучит, я очень доволен. На нем можно писать и обычный вокал, и X3 вокал. И вообще, разговаривать с него даже с друзьями, играя в игры, или просто общаясь по скайпу, или дискорду, одно удовольствие. Непосредственно мой компьютер. Вентилятор, потому что без вентилятора тут полная задница. Так как батарею хоть удалил, тут была батарея вот так вот, во весь рост. Батарею я обрезал, но все равно, когда отопление дают, здесь очень жарковато, особенно вот, когда я это почувствовал, когда уже наклеил поролон. Наушники HyperX, игровые наушники, но очень даже удобные, в принципе, для записи. Закрытые наушники, звук у них отличный, то есть, не знаю, в общем, мне все нравится. Звуковая карта Scarlett 2.2, второго поколения. Очень удобная карта, тоже купил в свое время за очень выгодную цену. Пользуюсь ей до сих пор, ни разу меня не подводило. В общем, радуюсь. Ну, тут всякие провода для записи, в общем, все для полного удобства. Итак, дорогие друзья, вот перед вами программа, с которыми я работаю. Я вкратце расскажу о каждой, сильно углубляться не буду, я думаю, вы и все прекрасно знаете, для чего и зачем данные программы. OBS Studio. Как многим уже известно, данная программа предназначена для проведения прямых трансляций в том же YouTube, Twitch, ВКонтакте и так далее, и тому подобное. В общем, на многих платформах можно провести прямую трансляцию. Также данная программа может использоваться для записи видео или просто для записи экрана, как это делаю сейчас я. SoundForge. Благодаря этой программе вы можете записать голос, обработать его и дальше уже там что хотите, можете с ним воротить. То есть запихать какую-то другую программу в тот же Cubase или еще другие миллиарды программ для звукозаписи. Я с другими, в принципе, не знаком. Vegas Pro. Предназначена для монтажа видео. В основном для монтажа. я в ней большинство видосов смонтировал и монтирую до сих пор. По крайней мере, программа Abdo Premier мне не особо дается легко, но кто-то говорит, что она легче. Но я ее тоже изучаю, в ней тоже делаю видосики. И мой очень хороший друг, который мне помогает также монтировать видосы, работает именно в Premiere и мне подсказывает и меня немного обучает. Итак, Cubase. В Cubase я в основном записываю гитары, прописываю барабаны и также записываю вокал. Кстати, вот о чем я и говорил. Через данную программу я записал свою вокальную партию и отправил ее Виктору Боеву. Ждем, пока он запишет свою партию. Всю эту мы песню сведем, точнее кавер, и в ближайшее время вы это услышите. Но я вам хочу сказать, что звук по сравнению с тем, что был сейчас намного лучше. И разговаривать, записывать вокал и проводить трансляции много приятнее. Skype. Но в Skype я в основном общаюсь с друзьями из других городов. В основном мы общаемся с Константином Родионовым. Кто помнит, у меня с ним был прямой эфир. Это интервью, кстати, с многими ребятами, у которых я брал интервью, мы разговаривали через Skype. Поэтому, если кто не в курсе, кто только Константин Родионов, обязательно найдите интервью, если у вас сейчас вылезет подсказочка, чтобы вы могли это посмотреть, и обязательно записывайтесь к нему на уроки. Вас научит Константин петь как обычным вокалом, так и экстрим. Все покажет, все расскажет и всему научит. так что вперед. Дискорд это программа, которая предназначена в основном для общения, но также в последнее время в ней можно тоже проводить прямые трансляции. Многогранная программа, но в основном я в ней общаюсь с друзьями, играю в какие-то игры и просто приятно проводим время, потому что с многими моими друзьями у меня разное время. Паташоп. Все прекрасно знают, для чего нужна эта программа. Обработать фотографии, что-то убрать, что-то добавить, какие-нибудь надписи красивые сделать. В общем, тоже многогранная программа. В ней делаются превьюхи для моих видео. Делаю не я сам, не я сам, а делает супруга моего друга, потому что у них это очень хорошо получается. Мои руки не подточены под это. Поэтому когда у них нет времени, они мне подсказывают, что и как сделать. Про Adobe Premiere я уже говорил. В общем, вот это основные программы, с чем я работаю. Итак, дорогие друзья, получился вот такой небольшой кратенький обзорчик студии. Я вас познакомил с тем, что у меня получилось. Вы прекрасно помните, в конце я вставлю фотографию, что было до и что получилось после, чтобы у вас было сравнение, особенно для тех, кто не знаком с творчеством на канале. Как вы уже могли заметить, на канале, помимо реакции стали появляться видео с выступлениями, с различными перепевками песен, с коверами. В принципе, их будет сейчас намного больше, так что набираем обороты, но про реакции мы не забываем, не переживайте. Сейчас я плотно занимаюсь преподавателем, мы убираем все мои нюансы, так сказать, отучаем меня от того, что я делал на протяжении многих лет, и все я делал неправильно, но, как говорится, лучше начать поздно, чем никогда. И как вы многие могли заметить, что уже какой-то результат в этом да есть. Помимо этого, я решил изучить такую тему, как звукозапись, мастеринг и сведение. Конечно, эта тема очень глубокая и требует очень много времени, но, так как я уже определился на чем-то одном, это заниматься сольным творчеством, то есть петь, записывать вокал, может быть, для каких-то групп или для кого-то. Для предложений я всегда открыт, можно что-то попробовать, что-то записать, попеть и тому подобное. Также пытаться записывать какие-то свои песни, гитара есть, барабаны можно прописать как и живые, так и электронные, то есть это, в общем, проблем никаких нету, тем более, я как барабанщик имею об этом представлении и знаю то, что мне нужно именно в плане, допустим, ритм-секции. В принципе, для записи все есть, карта есть, пульт есть, гитара есть, инструменты есть, в общем, вперед, как говорится. Также я решил освоить такую тему, как аранжировки и написание песен. Для этого мне понадобится еще кое-что докупить, в ближайшее время я хочу купить миди-клавиатуру, миди-клавиатура также мне поможет и для распевок. То есть, это мини-пианино, с помощью которого смогу спокойно распеваться и заниматься. Хотя, очень много всего есть в интернете, но, когда работают и руки, и работает все остальное, это намного круче. также благодаря миди-клавиатуре хочу научиться вот это все прописывать. Там очень много всяких нюансов, очень много всего интересного. Вечерами сижу, смотрю всякие видео, как это все делается. То есть, туда нужно просто погружаться, потому что это настолько, как говорится, для меня сейчас темный лес, но настолько это меня заинтересовало, настолько меня замотивировало кое-что, о чем я сейчас вам расскажу. В принципе, я думаю, вы все догадываетесь. Поэтому, в общем, вот такие у меня планы, такие цели. Так что следите за новостями на канале и, так сказать, за моим процессом и прогрессом. Итак, о мотивации. Что же меня замотивировало и, прямо так сказать, подтолкнуло к изучению данных направлений? Первое, это непосредственное участие в данном конкурсе. Как я уже говорил, в видео сейчас вылетит подсказка про мои впечатления участия в данном конкурсе, что я очень сильно стремался, очень сильно стеснялся своего вокала. После этого конкурса мое стеснение пропало, я набрался в себе уверенности. Ну и так же, дорогие друзья, вы мне тоже придаете уверенность своими словами, своей поддержкой и, в общем, всем тем, что вы для меня делаете. И поэтому, благодаря этому конкурсу, благодаря вашей поддержке, благодаря всем тем моим друзьям, родным и близким, которые на протяжении всего моего музыкального творчества меня поддерживали, мне говорили, что и как делать, где-то я прислушался, где-то нет. И сейчас я сделал для себя определенные выводы и готов только идти вперед и не останавливаться. И я каждому из вас благодарен за то, что вы меня поддерживаете. За все ваши слова, которые вы мне пишете в комментариях, в личных сообщениях ВКонтакте, в Инстаграме, там, я не знаю, в Ватсапе. То есть, я благодарен каждому из вас. Спасибо вам большое, что вы у меня есть. Спасибо вам за вашу поддержку. Без вашей поддержки, без ваших слов не было никакой бы мотивации, не было бы ничего этого, то, что вы сейчас наблюдаете. Поэтому я сейчас повторюсь, я каждому из вас благодарен. Спасибо вам огромное, спасибо за поддержку, спасибо за то, что вы находите время и смотрите видео, ставите лайки, ставите комментарии, тем самым вы общаетесь со мной. Спасибо всем тем, кто подписывается на страницы ВКонтакте, на паблик ВКонтакте, а также на канал в Телеграме, и мы там с вами общаемся, я делюсь с вами своими какими-то мыслями, своими моментами из жизни, поэтому всем огромное спасибо за то, что вы находите время и разделяете его со мной. Ну, а на этом у меня все, вот такой у нас получился обзорчик, и надеюсь, вам все понравилось. Ну, а вы также не забудьте подписаться на канал, нажать колокольчик, поставить лайкосик и оставить свой комментарий, что же вы думаете по этому поводу. Я буду очень рад вашим комментариям, потому что я все комментарии читаю и на все комментарии отвечаю. Ну, а с вами был Сергей Инсайдер, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok